Боец схидного корпуса Сергей вместе с побратимами стоит на площади свободы перед отправкой в АТО. Парень уверяет, они долго тренировались и готовились к этому дню. С ними работали инструкторы по боевой подготовке и психологи. Ножевой бой овладели ножевым боем, овладели хорошо, умеем хорошо стрелять, тактическая подготовка. Психологи хорошо готовили, у нас команда очень слаженная, мы все готовы к этому. То есть, долгие занятия были по психологии. Родная тетя Сергея Людмила Колесник говорит, племянник еще летом озвучил свое решение стать добровольцем. Женщина не скрывает, пыталась отговорить, но напрасно. Теперь сжимая губы, чтобы не расплакаться, женщина пришла его провожать. Сказал, что я туда иду, все. Тренировался, много. Ну, сейчас провожаю. Не пытались отговорить? Пыталась. А он, как он? Ну, свое решение. И все. И говорит, не беспокойтесь. Для бойцов схидного корпуса следующие дни станут проверкой. Они выйдут на задание по патрулированию так называемого раненого города Мариуполя. Командир корпуса говорит, настроены очень решительно. Их поддержки уже ждут. Ребята полностью обеспечены снаряжением и техникой. Частично за счет МВД, частично волонтеры помогли. Мы действуем по принципу, раби в дарае не пускают. То есть, тот, кто с мечом пришел на нашу землю, должен от меча и погибнуть. Это основные критерии, основной наш настрой. То, чего мы хотим, то, чего мы жаждем, это победить. Понятно, одно подразделение не может стать решающим коньком в этой войне. Но, во всяком случае, мы сделаем все, что от нас зависит для того, чтобы победить. Мужество ребят так повлияло на собравшихся на площади, что некоторые мужчины тоже решились идти на войну. Знаете, самое смешное, что я косил от армии раньше, а сейчас, скорее всего, наверное, пойду. Есть возможность у меня закосить по-медицинским, но сейчас, мне кажется, как-то даже нехорошо будет это делать. Родные и близкие в память о Харькове подарили бойцам национальные флаги и пожелали им поскорее вернуться домой живыми и здоровыми. Кстати, пока есть приказ оставаться в командировке 45 суток. Вслед от бывающему схидному корпусу люди кричали «Герои!». Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова